так всем добрый день и сегодня как обещала проведу разборку нашей чайной полки ну чайно кофейный скажем так я конечно не буду прям вот при вас доставать все я буду доставать сортировать потом буду вам показывать что оставляю что выкидываю ну я так понимаю что принцип показа распламление именно такой попробую посмотрим что у меня из этого получится не судить очень строго большое спасибо натальи курдаю канал я оставлю ссылочку она показывала тоже свое распламление вот именно не одежды а именно но одежду на тоже показывает но она именно показывала вот какие-то там полочки комодики все такое прочее все поехали начинаю я с верхней полки вы не представляете сколько интересного я нашла сама верхняя полка особенно там самого зада туда просто так не заберешься только нужно вставать на табуретку в общем начну с чего с того что точно оставлять не буду куда дену пока не знаю но вот банка вот она мест занимала но она пустая пустая мне уже ничего нет значит соответственно я мою и убираю на балкон даже я не выкину на хорошая банка значит вот с этим что у меня это лаванда это я привозил когда я ездила в севастополь но у нее вообще это лаванда она вот лечит ангену головные боли заболевания сердца нервную систему бессонницу монастырские травы да я привозила для того чтобы добавлять в чай но не закончил срок годности то есть все чая и точно заваривать не буду я ее открою если у нее запах потому что пакет как видите закрытый и если запах еще сохранился я поищу маленькие мешочки и разложу в одежде я вот решил использовать ее так значит вот это что я так и не поняла что это вот интересно что я поняла что это просрочено я так вот если честно я так понимаю что это кофе молотый который вот они в кофеварке заваривать а вот здесь вот суть потому что нарисовано можно заваривать прям в чашке но и в кофеварке в прям чашки но она просрочена я думаю что я точно его использовать не буду поэтому сейчас я его отложу на выкид но я я даже если честно я даже не помню откуда она у нас вот еще один завалившийся пакетик вообще удивительно я в принципе где-то раз в год как стараясь там разбираться но до верхней полки как-то так не добиралась но и может быть просрочки еще не было в этом году не разбиралась на 19 и еще не было просрочено то есть неудивительно что про него забыли значит просрочка я наверное сделаю также как с лавандой из кофе в зернах пахнет кофе маленькие пакетики какие найдут такие тряпочные или марлю завяжу и тоже для как как арома буду использовать может быть здесь на кухне разложу их в полке может быть у себя там где-то потому что запах кофе я люблю я много пью кофе я люблю кофе вот и вот вот еще у меня кроме лаванды еще у меня сделаю кофейные такие арома пакетики кстати я нашла что можно использовать вот я сказала лаванду и кофе я хочу арома пакетики сделать вот я нашла целую упаковку для заварки чая попробую насколько они пропускать будут запах но суть потому что через них завариваются а вот может быть и будет запах через них проходить попробую они не очень большие не очень маленькие то есть маленькие можно распихать вон их там много тоже покупали кто бы еще этим пользоваться а может быть нет скорее всего покупали вряд ли нам кто-то дарил эти пакетики скорее всего куплено что вот такой чай вербена я привозила его из сочи аж в шестнадцатом году привозила для бабушки галия потому что там ей выписывали от холестерина что бляшек не было ночью привозил такой чай естественно никто его пить не стал то есть я вот постепенно учусь каждый год что-то новое привожу выясняю что у нас не идет и в общем в итоге сейчас я когда езжу в сочи я практически кроме слонов ничего не привожу но могу еще мед привести чуть-чуть вот срок годности закончился я думаю что я этот чай выкину я не буду рисковать все таки это нонка считается как лечебный но пакет в мешочек я оставлю потому что тоже можно будет использовать его под что-то постирает может быть что-то использую пересыпать сюда вот тот же вариант привезенный сочи чай с кусочками клубники и листки сафлоры тоже срок годности закончился я даже помню откуда привозила но это там 17 год это я привозила с экскурсии на на плантацию на чайную вот так что этот вот это точно на выкид никуда его ни в какие ром мешочки укладывать не вот это на выкид так-так-так кофемолки тоже март двадцатого года то есть это тоже просрочены но он даже не открыт стоял там самого зада это кто-то дарил я сама не покупал точно это кто-то нам дарил не помню кто ну не знаю пока не знаю он все-таки запечатанный посмотрю еще подумаю что с этим делать еще одна находка вот это я не знаю откуда это все берется просрочка аж июнь 18 года было запечатано я уже открыла чтобы посмотреть вообще что-то пахнет горечи уже вот это вот такие знаете вот да в чар в чашку тоже заваривать прям сразу с пакетиком вот ну это точно на выкид потому что во-первых и пахнет горечью и восемнадцатый год это уже не серьезно так чай матэ зеленый чай листовой горный я матэ не люблю я не знаю откуда он у нас может быть тоже кто-то дарил байковый листовой китайский горный но вот как-то он не заходит для меня он горьковат но просрочка мая девятнадцатого это точно на выкид я уже как-то говорила что если в нашей семье полазит по полку можно найти еще слонок вот еще одна банка у меня есть такая круглая мне и отдавала мам мам то не видимо вместе с круглой был еще была еще и в ней тоже вот какой-то чай но суть по всему зеленый что за чай не знаю сколько лежит поэтому тоже чай на выкид банку в коллекцию вы знаете что самое интересное сейчас почитала мне стало интересно что за чай тут был это оказывается не чай был это банки для хранения пищевых продуктов выпуск 16 год значит ей кто-то может быть отдавал эти банки значит та круглая тоже не из-под чая хотя я была уверена что в не в этих банках был чай так что вот это вот оказывается баночки для пищевых продуктов ну вот это банка вообще по моему это женька покупала на какой-то они были то ли ярмарки то ли еще чего-то купила но грубо говоря ради прикола индийский кофе москофе это вот такие банки как раньше были порошковый кофе здесь давали их тогда в заказах это был прям индийский кофе это был дефицит дефицит но это конечно современная банка сейчас я вам скажу до 2 вот 18 18 по 20 срок годности она даже закрыта и и даже не открывали вот попробую открыть не знаю чё там попробую заварить может быть ничего за счет того что она была все-таки закрыта но прикольно да ну посмотрю если кофе не понравится кофе выкинуть и фокусируется ну а банку не знаю может быть потому что нибудь оставлю значит прикольненько ну и теперь то что в принципе оставляю точно вот я уже показывала у меня молотый кофе был такой такой же фирмы только там была арабика а здесь арабика рабуста у нас срок годности еще не закончился но я его отдам жене потому что у них есть кофе-машина у меня кофе-машин нет у меня только кофеварка это капсульная вот поэтому отдам жене пусть они используют вот это чай каркаде это свежий это я в ноябре привозила из лазаревского из отпуска маме галя а она последнее время часто его пьет и понравился он как-то на попробую понравился на теперь я часто себе заваривает единственное что поменяю банку потому что в полке не очень удобно такую широкую банку держать поэтому во что-нибудь и пересыплю но я когда пересыпаю куда-то я обязательно кладу записочку или клею с годом с какого года в этой банке что-то лежит чтобы потом не было вопросов ну вот вот такое какао вот это мам галя покупала она хотела чуть и захотелось какао она думала что это растворимый такой знаете вот как вот как он называется нэсквит она думала что это такой же нет этого надо варить ну и соответственно раз варить это используется очень редко но куплено недавно поэтому пока оставлю значит там же у нас на верхней полке стоят обычно травы лекарственные вот здесь вот цепки ромашки я знаю что это покупалось недавно единственная куда-нибудь пересыплю потому что пакет сыпется вот такой чай это я была на экскурсии по москве и экскурсия начиналась от храма на кулишках это китай город я там зашла и увидела мне тут я покупаюсь обычно красивые упаковки вот чай долголетия мурсальский чай знаешь как мне объяснили его отдельно от заваривать но можно и добавлять в обычный чай сейчас я вам прочитаю что он тут у меня плохо фокусируется мурсальский чай обладает неповторимым вкусом содержит много веществ которые положительно влияют на организм предназначен для людей которые ищут здоровье от природы отличается вкусом и ароматом от других чаев производитель производитель сейчас мы посмотрим кто у нас производитель вот тут вот непонятно 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 чего метабилологические исследования данного чая были сделаны в братиславе ну в общем непонятно там женщина сидела которая знаете они пирожки продают там при храмах обычно она сказал что это по-моему она сказал что это грузинский чай сейчас я посмотрю я вам тогда сейчас скажу не нашла кто производитель значит вот только прочитаю вам сейчас вот используют для лечения сердечно-сосудистых органов дыхания мочеиспускательных простаты реализуют кровяное давление ну и тут как заваривать так множество международных наград зеленой организации в лондоне не знаю не пробовал я вот его купила убрала наверх если честно я про него забыла вот ну не знаю не знаю мне пока вот купилась я в принципе на красивую упаковку не помню сейчас уже сколько он стоил честно говорю даже не пробовала но надо будет кстати попробовать положить его поближе попробовать так ну это мне это чай мне недавно подарили гринфилд где-то по-русски написано чай черный байховый с ароматами винограда растительными компонентами пакетик для пакетика для разовой заварки я уже им пользуюсь пакетики такие большие большие пакетики такие ничего не плохой чай но гринфилд вообще неплохой чай вот и вместе с ним мне подарили вот такой чай молочный улун зеленый чай без всяких добавок вот я думаю что многие его знают поэтому не буду мне молочный улун нравится поэтому я вот тоже он в пакетиках а здесь вот так вот тоже он в пакетиках но вот эту фирму я не знала никогда не брала поэтому ну вот в общем я его пью естественно я его оставляю и недавно купила вот такой чай на один но это я знаю эту фирму у них неплохие че чай называется нахальный фрукт но это правда не чай это напиток чайный с ароматом клубники и малины там самого чая нет попробую достать там чая самого нет там вот именно напиток там именно вот малины и клубника вот я его добавляю я его добавляю в обычный чай я знаю что он вкусный а вот еще тут что у нас цветки гибискуса кусочки яблока изюм папайя плоды шиповника ароматизаторы вот то есть очень удобно добавлять в обычный черный чай для придания вкуса но очень уж мне название понравилось я такой чай брала подруги тогда мы с ней как заказ сделали вот я очень понравился особенно название нахальный фрукт это круто вот так что вот то что у меня было на самой верхней полке как-то длинно получилось вот давно не разбиралась так что продолжаем